Доброе утро, девочки мои! На градуснике 11, обещали 15. Пасмурно и очень сильный ветер. А я собралась на выход. Небо вообще темное, на улице как-то так вот темновато. Осень прям настоящая. Какое там бабье лето? Пролетели мы мимо бабьего лета вообще. Уже 11 часов, но все равно утро. Я все ждала, пока распогодится. Но я так понимаю, что не распогодится совсем. И дождь хоть и не обещали сегодня, но все равно он там чуть-чуть моросил. Но у меня сегодня свободный день. В общем-то еще маленькие такие мелкие домашние дела остались. Но это все такое несрочное. Я решила воспользоваться сегодняшним таким свободным днем. Невзирая на погоду нелетную, я все равно сейчас вылетаю из дома. И хочу, девочки, съездить в светофор. Я ни разу не была в светофоре, если честно сказать. Первый раз туда поеду. Поэтому я решила поехать туда на летке. Взять маленькую сумочку свою, кошелек, очки. В общем, взять ключи, телефон. Все. Ничего больше брать не буду. Мне-то особо там покупок вроде бы ничего такого срочного нет. Но кое-что есть по мелочи, что мне нужно. Кое-что, что я хотела бы там посмотреть, а может быть купить. Но в любом случае, я вместе с вами хочу отправиться туда. И посмотрим, что же там есть на полочках. Что интересного. Что-то поснимаю. Что-то куплю. Тоже вам покажу, что куплю. В любом случае, я давно уже туда собиралась. И кто-то из подписчиков мне писал. Снимите светофор. Хотим посмотреть. Но я думаю, что у некоторых там светофора нигде нету поблизости. Таких магазинов, как светофор. А у кого-то, может быть, вот и есть, как у нас. Но в любом случае, я там ни разу не была. Кто-то тоже из вас там ни разу не был. Так что поехали, девочки. Отправляемся. Я сейчас одеваюсь, вызываю такси. Поеду на такси туда и назад. Потому что ближайший светофор, который от меня находится, он находится на улице Текучева. На Хичевань, там, где парк Островского. И там идет улица Текучева. Оттуда буквально полторы остановки. Но туда, я посмотрела, никакой транспорт не идет. Поэтому, чтобы там пешком нигде не топать. Тем более, по такой погоде. В общем-то, поеду на такси. Это не так-то далеко. Просто неудобно туда на транспорте не подъедешь. Вот. Ну и все. Поехали. Вышла я, девочки, на улицу. На улице прям все так пожелтело. Кругом листики уже. Лежат. В общем, как-то бабье лето прошло мимо. В общем, я не знаю. Бабье лето, это солнышко, это паутина летит. Но паутина не летела. И, видать, уже все. И не полетит больше. В общем, жду такси. Скоро уже подъедет. Да, погода сегодня пасмурная. Вообще неледная погода. Но все равно я вышла из дома. Решила поехать в Светопор. И я в него поеду. И там погуляю по магазину. Едем через Нахичилань. Да, в общем-то, они далеко туда ехали. Шесть километров от моего дома. Шесть километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, сейчас на 14-ю линию и прямиком до текучков Красивые такие эти желтые деревья Сейчас проезжали Рябину Такая классная висенька возле машины Едем по 14-й линии, пересекаем площадь Шолохова Не площадь, а проспит Шолохова А тут у нас парк Островского справа Ну-ка посмотрим, какая тут красота в парке Да, по осеннему парку пройтись было бы здорово Ну меня, конечно, из дома вытащить очень трудно Я человек домашний Ну так хотела в окошко со стороны посмотреть Что-то кругом копают, я смотрю, то там, то там копают Снижение скорости из-за этого идет Вот там такой вот мостик Под мостик сейчас нырнем И там уже рядышком И вот это мы уже едем по Текучево Текучево очень длинная улица То ли она начинается, то ли она тут заканчивается Не, судя по номерам, наверное, она здесь заканчивается Она начинается вообще через, не знаю, через центр идет Далеко О, еще велосипедисты катаются Так, ну что, я приехала вот в этот светофор Вот так вот это выглядит здание А где тут вход? Наверное, тут вход, да? Ну ладно, иду Надеюсь, я не пожалею, что я время потратила Сюда приехала Надеюсь, не зря Так, ну я сюда зашла Здесь довольно-таки мало освещенное место И не очень-то большое помещение Еще вот это играет музыка Значит, я буду снимать без звука Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! 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 маленькие а цены не вижу я на что видела цену вам поснимала но не на все были ценники вообще конечно глаза разбегаются и очень хочется много чего взять это вот замороженное со льдом что это лед что это замороженное надо посмотреть так бедро индейки а вот индейку кстати стоит взять я думаю сейчас я быстренько еще пройдусь чтоб здесь не замерзнуть а то здесь прямо холодно девочки докторская салями колбаски сосиски сливки это что масло крестьянская 7,9 в общем здесь большие упаковки в основном и получается как бы оптовая цена творог 9 процентов выглядит неплохо кто его знает какой он там на самом деле я не знаю пирожное наполеон ничего себе это целые торты наполеон вещи сладости ем так здесь что-то я смотрю будит вот это вот охладитель рыба мороженое замороженное филе рыбное грибы там сгущенка так яйца тоже стоят здесь тоже цены нету но они меленькие ладно яйца пушь яйца это тащить не буду отсюда напиток молочно-соковый так молоко все сейчас все я увидела сейчас я быстренько возьму то что мне нужно и все в принципе я уже обошла весь магазин в в общем все что меня интересовало взяла так ну и сейчас пойду возьму что еще на доме ну в общем все девочки я вот набрала два пакета дома покажу вам в общем всего набрала на 2000 с лишним все вызываю такси еду домой ветер дует погода пасмурное небо вообще-то ужасно серое-серое какое ужасно на небо все домой 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 вообще честно сказать магазин мне так не очень понравился какой-то он очень неуютный конечно если там люди кто-то берет вот коп там да какие-то чего-то много ну тогда да 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 стоит а так вот мне как одному человеку особо и не стоит вот такой магазинчик сейчас я его вот так вот сниму на обложечку все девочки я дома ну в общем хочу показать что я там купила вот это вот два бедра я взяла бедро индейки без кожи вот и я за это заплатила 431 рубль 299 50 за килограмм так вот это вот я рульку взяла но что-то мне захотелось ее прям попробует рулька свина так аппетитно выглядит здесь килограмм 303 303 заплатила 263 рубля 07 копеек но я и сегодня не буду она тут запаяна сегодня не буду ее раскрывать но я уже раскрою ее попозже и во влоге в каком-нибудь обязательно поделюсь вам что она на вкус и так же колбасу такую я еще не брала салями европейская я брала финская салями тавровская но она свежая прям чувствуется мягкая все 103 рубля я вот за такую палку колбасы отдала вот 103 рубля 149 стоит килограмм почти 150 рублей килограмм ну такая вот палочка ну во всяком случае мне есть с кем поделиться я взяла продуктов немножко впрок но еще я же люблю угощать значит я буду угощать вот он мой чек заплатила 2076 рублей за все сейчас я вам покажу что еще и там взяла так ну что давайте пока покажу вам дальше что из консервантов я взяла но мед и тоже туда отнесла вот это вот масса килограмм 158 50 стоит мед цветочный и вот я люблю когда он вот такой вот жиденький я сомневалась брать или не брать насчет натуральности сомневалась но вот сейчас я посмотрела здесь состав написано мед натуральный и все больше ничего в составе не написано где тут я это видела срок годности 2 года хранить при температуре не выше 20 градусов а в комнате у меня выше в холодильнике наверное вот состав мед натуральный все больше ничего не написано вот надеюсь будет мед но зима впереди мало ли там что чай с медом попить с холодиной прийти и чай с медом попить взяла яблоко груша соки вот эти вот внучка любит это как раз ей иваси тихоокеанская натуральная сардина это не сельдь а сардина икра трески ну взяла тоже попробовать грибочки ассорти в общем то ну цены я вам показывала я сейчас не буду в чеке искать все эти цены я могу вам чек показать если кого-то интересуют цены можете поставить на паузу и посмотреть цены взяла еще девочки специи ну вот мне понравилось что вкусные ребрышки с дымком и здесь идет приправа вместе с мешочком и вот есть вот на килограмм мясо написано да как это все делать инструкция есть хочу попробовать как-нибудь ну вместе с вами сниму во влоге сделаем сделаем с вами вместе не удержалась девочки взяла я вот этот набор потому что я увидела что здесь приправа французская есть а я как-то что-то готовила нужны были прованские травы французские ну вот теперь они у меня будут приправа для курицы тоже часто бывает нужна если курицу готовлю смесь чили перцев тоже пригодится приправа букет перцев тоже пригодится и соль морская и вот это вот оно стоит на подставочке такая пластмассовая подставочка видите и она как-то там ее даже можно подвесить на стенку ну я поставлю наверное я не знаю я посмотрю куда я ее вот тут даже состав написано что из чего в каких баночках какой состав в общем полезная штука я думаю что такую штуку купить я еще как-то видела в фикс прайсе но там было по-моему 4 3 или 4 но там не такой вот выбор здесь как-то более и более мне понравилось в общем не удержалась девочки взяла хочу чтобы было это в доме у меня такая штука а еще смесь болгарских перцев взяла сушеные болгарские перцы и это вот тоже вот эта смесь очень хорошая имея такую смесь можно даже и не замораживать перец ну я его заморожу наверное раз он у меня уже есть ну вот это вот приправа очень хорошая так что мне еще нужны будут баночки для этих специй покупать баночек не хватает но там в магазине баночек не было взяла я вот эту овсяную кашу я сейчас посмотрела овсяная каша здесь 350 грамм стоит 45 рублей это каша быстрого приготовления без сахара без соли и это очень даже хорошо то есть сахар с соль кому надо по вкусу добавить здесь рассчитано на 8-9 порций 350 грамм соль с сахар добавить по вкусу ну вот решила попробовать мне кажется это выгодно ну интересно по крайней мере нормальный такой состав девочки взяла килограмм изюма я конечно изюм не употребляю в таких больших количествах ну во первых мне есть конечно с кем поделиться я такой человек люблю делиться здесь такой изюм крупный довольно крупный он такой ну не сильно твердый то есть как бы нормальный ну конечно его надолго хватит я только в запеканку кладу больше я ничего такого не готовлю но во всяком случае выгодно его брать получается в килограмме килограмм стоит 97.60 это получается 100 грамм стоит вообще 9 там с копейками ну 10 рублей 100 грамм а в магазинах конечно это стоит дороже поэтому я взяла и поделюсь с близкими кому надо из моих отсыплю девочки большая банка кофе 232 рубля это получается дешевле чем чем даже по акции в магазине вот пятерочка и магнит получается там по акции около 300 рублей 299 по-моему я брала но это дешевле но не удержалась взяла не пустой же возвращаться ну и взяла еще конфетки чтобы мне было чем угостить внучку или кого кто ко мне в гости придет на чай может соседка птичье молоко с ванильным вкусом а это суфле тоже с ванильным вкусом ну в общем недорого я взяла раз там такая скидка хорошая ну вот и совершили мы с вами поход можно сказать поездку в светофор первый раз я побывала в светофоре честно говоря первое мое впечатление когда я только туда зашла ну удивило меня там неуютно там такое большое складское помещение и вот это штабелями все это лежит но хочу я вам сказать что вообще для людей кто например готовит что-то да в больших количествах то там конечно эти макароны изделия пакеты там по три килограмма да вот изюм тоже если кто-то выпечкой занимается то килограмм изюма конечно выгоднее взять чем вот эти маленькие пакетики брать в этих магазинах пятерочка магнит что рядом с домом вот ну и другие какие-то продукты тоже там оптом можно затариваться если кому-то кто-то далеко живет кому-то в магазинах поблизости нету или вот много людей большое количество большая семья и так далее вот ну а мне как одному человеку в принципе особо там конечно затариваться и нечем да сладости там большой ассортимент я как раз увидела когда вот такие вот много всего и цены намного ниже чем в магазине я вспомнила что скоро новый год и конечно если кто-то готовит подарки там кому-то конечно там лучше взять это все оптом дешевле все это обойдется вот ну в общем походила посмотрела я конечно надеялась что там ассортимент будет больше ассортимент я хотела посмотреть я думала может быть там еще алмазные вот эти вот вышивки ничего подобного там нету баночек я думала там будут для вот этих специй для круп думала может быть там я выберу хотя бы похожие баночки на мои там тоже баночек никаких нету в общем короче говоря ну вот по продуктам съездила заодно ознакомилась с ассортиментом теперь я могу точно сказать что я в светофоре побывала и тем кто мне писал что съездите в светофор снимите нам светофор вот я вам теперь сняла и теперь вы увидите что там есть что там хорошего может быть это видео будет кому-то полезным ну те продукты которые я купила я буду их со временем как-то не все сразу открывать пробовать я буду со временем какие-то упаковки я сейчас пока не хочу вскрывать потому что оно будет потом лежать портиться сохнуть и так далее но все что я буду пробовать в любом случае если там что-то будет интересное я вам во влоге скажу если что-то мне не понравится я обязательно вам скажу если что-то не понравится из продуктов так что вот так вот на этом видео девочки я хочу свое закончить чтобы скорее его смонтировать и чтобы вы его скорее увидели пишите комментарии что вам понравилось что-то может быть цены понравились или еще что-то в общем в любом случае я рада положительным особенно комментариям когда вы меня не ругаете сильно но в любом случае девочки я постаралась сегодня я думала поехать в галамарт или в светофор но думаю в галамарте то я уже была в светофоре не была поэтому я поехала в светофор чтобы самой посмотреть и для вас поснимать вот ну а теперь я с вами прощаюсь кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь кто не подписан и до новых встреч пока пока в салат и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok